Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Связываемся, Алексей Безуб. Уже на связи, но и отлично, как говорится, сразу и начнём. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Слушатель вам задаёт вопрос, почему у нас все ремонты такие долгие? Нам прям тоже интересно. Реторическо-философски. А куда торопиться? Требуется для освоения бюджетных средств, требуется время, тут же нельзя за один день всё сделать. На самом деле, насчёт долгих ремонтов, по бетонированию, там действительно есть сроки для того, чтобы бетон набрал прочность. И более того, по тому же асфальту нужно как минимум три дня, чтобы асфальт набрал прочность. Потому что асфальт, так называемый, горячий асфальт. И он прочность набирает за счёт охлаждения. И ему нужно асфальту, когда его уложили, ему нужно минимум сутки, чтобы по нему не ездили машины, не образовывали микротрещины. И это увеличивает срок службы дороги. И на самом деле это, ну, не шутки. И на жаре, например, летом лучше, чтобы три дня, ну, трое суток по асфальту никто не ездил. То есть, поэтому тянут с мостами и прочими вещами, да? С мостами, смотрите, какая история. Вот давайте я вам расскажу. Моя теория заключается в том, что с мостами кинулись в последнее время ремонтировать. По бордюрам мы знаем, что рыночная цена полторы тысячи, а мэрия покупает за 3 700. То есть, по сути, с каждого бордюра, ну, какие-нибудь подрядные организации переплачивают 2 тысячи с каждого места. Поэтому, когда вы смотрите у автовокзала замененные бордюры, ну, скалькулируйте, сколько денег налогоплательщика ушло не на то, скажем так. Потому что бордюры можно и старые поставить, можно их поправить, вот. И смотри, какая история. В прошлом году ремонтировали улицу Готвальда. Там разваливающийся бетонный бордюр, его не поменяли. То есть, этот бордюр в границах ремонта, то есть, ослать, но выложить, а бордюр старый, разваливающийся. То есть, это федеральная программа безопасной качественной дороги. И никому до этого нет дела. Поэтому здесь, в принципе, не про то, как должно быть, а, как я понимаю, про то, сколько люди смогут, ну, вот, кто у бюджетного корыта, сколько сможет заработать. Ну, на спине спорта. И поэтому бордюры, это, да-да-да, и бордюры, это, соответственно, это одна из статья доходов. Насчет мостов, смотрите, какая история. Для ремонта моста применяется, так называемый, ну, смеси, да, вот. Есть смеси производства баз, да, они дорогие. А можно сэкономить и применить смесь с подобными характеристиками, но только бергал. А она в два раза дешевле. Ну, то есть, ей не идет о миллионах рублей. Но по документам... Документам мэрия купит вас, да, мэрия купит вас сто процентов, понимаете? У вас 21.09. Так, еще один вопрос, но я тоже присоединяюсь полностью к вопросу слушателя. Я бы даже сказал, гневу слушателя. 200 метров заезда на Кольцовский тракт уже месяц ремонтируют. Отдайте китайцам, предлагает слушатель. Что там так долго-то они? Они там разрыли, перекопались, закрыли, и все. И месяц реально ждем. Пока дождь пойдет, видимо. Слушайте, ну, как бы, не смогу, если честно, и что-то я не очень понял, где там... На Кольцовский тракт, когда с базового заезжаешь на Кольцовский тракт, вот этот вверх за куточек такой... Да, 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 я сейчас вам про него расскажу. Я понял, это съезд, ну, вернее, заезд на Кольцовский тракт, которая ведет это. Смотрите, значит, эту стакану ремонтировали, если мне не изменят память, в 2016 году. Ремонт сделали плохо, и через два года, делая это компания Гудуфер, наша любимая, через два года асфальт, ну, короче, образовались ямы. В теории надо по гарантии это все было переделать, но мэри, естественно, подрядчика за это не спросила, и за наш... Ну, то есть, за счет подрядчика это ничего не было переделано, переделают повторно за наш счет. Только сейчас говорят, давайте мы поменяем бетон, потому что бетон там плохой, ну, то есть, основа плохая, поэтому давайте мы сейчас сделаем бетон, и у вас, типа, будет все хорошо. То есть, вот сейчас это закрыто месяц именно для того, чтобы бетон набирал прочность. Потом это заасфальтирует, и потом откроют. Сам попадал на это, на этой стакане, стоял в пробках, когда надо выехать было из города, но история заключается в том, что был сделан некачественный ремонт дорожного покрытия, и для того, чтобы им за свой счет не переделывать, они придумали, что якобы виноват во всем бетон. И поэтому нужно убрать и асфальт, и поэтому нужно и убрать, ну, старый бетон и положить в ногу. Та же самая история с Бебелевским мостом. У них изнашивается асфальт просто колеи, ну, изнашивается от интенсивности движения, то есть, необходимо просто с определенной периодичностью менять асфальт, но они зачем-то начинают бетонировать мост, который не так давно делает. Ну, понятно, бетонировать. В общем, во всем виноват бетон, это... Не набравшие прочность. Гимн дорожников, можно сказать, название песни. Ну, есть и хорошая новость. Мы все ругаем, у нас пара минут остается дорожников, что вот они такие и плохо делают, но, между прочим, техника-то не простаивает во время вот этих всех ремонтов месячных. Ну, ребята, халтурят. Казиона техника работала на участке начальника Ленинского ДЭО. Следователи не увидели в этом нарушение? Огород-то копать кому-то надо было? Ну, на мой взгляд, хорошо, следователи не возбудили уголовное дело, не увидели нарушение. А наш мэр Орлов, он как считает, это нормально, что техника из Ленинского района уезжает, по сути, в другой город. Вот, давайте в Новосибирске, Владивосток, пусть она поедет. У нас же я очень много, как я понимаю. Смотрите, у ДЭО есть, так называемый, перечень платных оказываемых услуг. В теории, в теории, я посмотрел, нет, ну, то есть, есть, так называемый приказ, порядок взимания оплаты. В теории, в теории, вы можете заказать эту работу, вот, например, вот вакуумная подметальная уборочная машина, три с половиной машина час стоят, вот. Транспортные услуги катка 1200 час, да, то есть, в принципе, ну, достаточно недорого получается, вот. Но вопрос, для руководителя Ленинского ДЭО, вот перегон техники в другой район, это за насчет было, за счет налогоплательщиков или за его, потому что еще раз, 3000 в час ему ехать, там, пару часов, то есть, он это все оплачивал. Я могу так сказать, насчет Ленинский район, к сожалению, не посмотреть, там что-то не смог и загрузить сайт, но Верхсетский район из 300 миллионов, 4,5 миллиона заработал именно вот на таких платных услугах. То есть, это как бы реальная тема, да, для зарабатывания денег для ДЭО, которые они тратят по своему усмотрению, да, но вопрос, извините, географической принадлежности. В Ленинском районе у меня вопросов нет. Если вы захотите заказать эту технику, вам скажут, извините, ничего нет. А для него по блату так могут съездить в другой город. Так, Алексей, спасибо большое. Спасибо огромное. Да, спасибо, несколько сообщений пришло, просто в проброс быстро прочитаю. Ренат пишет, долго делают, потому что работают в одну смену, еду в пятницу в Кольцово, пробка, нет съезда. А работников нет, а должны как минимум две смены работать. Говорит Ренат, и Апиева дорога в Италии стоит уже 2000 лет, и нет ремонта. Почему? Да потому что у Рима был хозяин совместно с Палачом, а у нас мэра нет, ему все равно. Ну, в общем, вот такое мнение у наших радиослушателей, ну а мы послушаем песенку. Давайте. Про асфальт, между прочим. Начну из снайперов. Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM.